Субтитры сделал DimaTorzok Также на Джон Коляно Фести был стенд Мэг Холдинга, это угли Панда, Эми, главные дистрибьюторы Эми по России, это Мэг Холдинг и конечно же теперь они делают Неолюкс Шиша и конечно же угли Киоко Турбо. Так вот, давайте собственно разбираться с этим кальяном. А, и вот, на выставке у них была копия всемирно известного кальяна в уках, то есть они как бы вроде этот вопрос согласовали и все остальное, да, и сделали такую мини-вуку под названием Неолюк Шиша. Почему я упоминаю постоянно вука-вука, потому что это сука, блять, вука, как бы, но меньше, да, так вот, идет она собственно вот в такой вот коробочке, коробочка не очень крутая, внутри у нее не очень как бы красиво, поэтому я сразу кальян распаковал и давайте собственно потихонечку пройдемся по нему. Так вот, это тоже дерево, довольно-таки качественное, по всем параметрам это вука только в масштабе один там к какому-то числу, да, то есть поменьше. Так вот, давайте теперь разбирать, начнем, наверное, с шахты. Из цены. Цена вроде 6,5 тысяч рублей за полный комплект вот такой вот колбы, колбы бывают разные и резные, как у вуки, и собственно такие, и кстати даже есть деревянные колбы, как у вуки, то есть все как у вуки. На самом деле, как у вуки, вука, вука, блять. Ладно, погнали. Как мы видим, шахта, она полностью пропорциональна вуке, даже внизу, где у нас есть два клапана и соответственно погружная шахта, все точно так же, прям две дырышки, как положено, все очень качественно. Внутри нержи, клапан из нержи, блюдце из нержи, коннектор и погружная шахта тоже из нержи. Что касается блюдца, блюдце тоже очень прикольное, удобное, с маленькой ступенькой, чтобы было удобно носить за колбу. Также коннектор немного отличается и, конечно же, отличается коннектор под шланг. Если на вуке там нужна резиночка по-любому, то здесь резинка не нужна, она на притирочках. Притирочка довольно-таки хорошая, в комплекте также идет шланг такого, ну, качества вроде бы нормального, но для дома, в принципе, подойдет. Но в заведении, я думаю, не очень. Вот такой вот несуразный мундштук. Так, тоже как бы из дерева, но он, в принципе, не совсем подходит к данному кальяну. Я бы сделал бы маленький оригинальный вуковский мундштук, вот такой вот, тоже такой толстенький, но вот такого размера, ровно под руку. Тогда было бы идеально, была бы, сука, детская вука. Вука for kids, блядь. Так вот, по курительным качествам он ничем нахуй к хуям не уступает оригинальной вуке. Он даже бурлит, как вука. То есть, да, вы понимаете. Что касается тяги, то и тяга здесь гораздо-таки тяжеленькая, с хорошим сопротивлением. И для любителей нормальной мужской тяги в кальяне она подойдет в самый раз. А вот для пидорков, которые любят легкую тягу а-ля Иван Батанов, к сожалению, ребята, проходим мимо. Также, что хочется сказать про клапан. Здесь, если у вуки он вытаскивал все оригинальное, то здесь он не вытаскивается, здесь есть резьба. Продувается все очень неплохо. Две-три тяги и, собственно, чашечка-колбочка полностью продулась. А что касается долговечности, вот здесь под вопросом. О чем говорить, если оригинальные вуки тоже лопаются от воды, перегрева и всего остального? Что будет с этим, непонятно. Если он треснет или пойдет по пизде, то я обязательно вам сообщу и скажу, ребят, пиздец, неолюкс треснул. Но не так обидно, по крайней мере. Почему? Потому что стоит он всего 6-6,5 тысяч рублей. Это за деревянную. Есть же версии, которые сделаны из металла. Они гораздо дешевле, в районе 4-4,5 тысяч рублей. Все остальное, всю информацию, короче, я думаю, можно узнать будет по ссылочке. Она будет внизу. Это emigold, инстаграмчик. Там все это есть. Так вот, про мультштук я уже сказал. В принципе, если считать, подойдет ли этот кальян для заведений, то тут спорно. Скорее всего, больше зависит от формата. Если у вас заведение формата мини-мини, где у вас маленькие стольчики, маленькие щипчики, маленькие уголечки, маленькая плиточка и маленькие гости, то окей. То есть впишется нормально. Но если брать хорошее заведение, то, думаю, будет немного спорно. И это, скорее всего, вызовет больше вопросов, чем больше какого-то восторга. Что касается домашних условий, однозначно, сука, да. Это охуенно будет для дома иметь в коллекции мини-сука-вуку. Что касается расцветок, они есть же так же, как и джинсовое дерево, как и фаер, как и айсберг. То есть все расцветки, которые есть в оригинальной вуке, собственно, есть и в Nealux Shisha. Не знаю, это, наверное, единственная копия какого-то кальяна, который мне доставляет днистовое наслаждение и просто какой-то божественный оргазм. А то, что я держу ее, как бы, и понимаю, что это не вука, но мой мозг до сих пор не может этого понять, потому что она идентична, но только меньше. Я уже считаю, что у меня просто стала большая рука и я просто вырос до гигантских, сука, размеров и, блядь, вот так вот это все держу. Ну, думаю, ладно. Думаю, можно подводить итоги. Nealux Shisha за 6 тысяч рублей, я думаю, вполне пригодно. А то, что копия, непонятно, и то, что долговечность, как бы, тоже немного непонятно. Но давайте надеяться на лучшее, и, как я и говорил, если с ней что-то произойдет во время эксплуатации, я обязательно сообщу вам. Так что это Дава Дымы. Скоро у нас 30 тысяч подписчиков, так что, если ты посмотрел, подпишись, смотри видосы, ставь лайки. И всем, собственно, пока.